Итак, всем снова привет, с вами Дима и вы очень долго ждали, когда же я все-таки выпущу вторую часть по прохождению ваших уровней из версии 1.6. В прошлом выпуске я постарался пройти ваши уровни, которые были сложные и толком не задекорированные, а сегодня я бы хотел поискать какие-то сложные и при этом красивые уровни, не знаю, что из этого получится. Кстати, все-таки один из наших уровней оценили, уровня у нас теперь почти 700, так что, ребята, не знаю, может быть будет еще одна часть, посмотрим, как зайдет вам это и что это у нас за уровень. Я его проходил до этого? Вроде нет, но этот уровень особо красивый, но все-таки пройду его, потому что все-таки уже начал и это ГГшка. У меня почему-то такое чувство, что я эти уровни уже все проходил, давайте Неллис энд катаклизм попробуем, не будем долго... Опа, это уже... Ого, это у нас построенный катаклизм версии 1.6, ничего себе, волны у нас как бы тут нету, поэтому пришлось отреализовать вот так, таким вот образом, вот такая вот у нас волна интересная на самом деле. Кстати, ребята, я хотел бы вас отблагодарить, что мы наконец-то набрали 300 тысяч подписчиков, 50%, е-мое. Это как бы еще не предел, мы можем больше, поэтому... Так, а ну аккуратно, да что такое-то с тобой? Еще хотелось бы извиниться, чтобы за последние две недели вышло всего лишь два ролика, как бы этот такой небольшой перерывчик был. Но сейчас, наконец-таки, наступило лето и видосов будет очень много. Так, ну ладно, уровень в целом прикольный, чувак даже как-то сделал 3D объекты, то есть вот они. Я не знаю, как это у человека получилось, но давайте пойдем дальше. Неллис, спасибо. Давайте попробуем пройти этот уровень, тут в принципе геймплей довольно-таки интересный. Не сказать, что этот уровень прям красивый, прошлый уровень с катаклизмом был намного лучше, но все же довольно неплохо. У нас тут пиано такой идет, зачем, почему я не нажал? Также, пацаны, хочу сказать, что это будет, скорее всего, последнее видео по 1.6, потому что все, что я хотел, уже записал. Поэтому скоро эта эпоха с ГДПС закончится, не знаю, что из этого выйдет, но, ребят, 1.9 будет очень интересно. Не хочется, конечно, прощаться с этими всеми версиями, потому что реально это было хорошее время, но, к сожалению, видимо, придется. Но, можете не переживать, по 1.9 будет действительно очень много видосов. Но, пока что, давайте это уже, наконец-то, все пройдем. Так, тут у нас вот так вот, где я умер вообще, я не помню. И надо полететь, по-моему, вверх сейчас, да? Ну, конечно, и полетел вниз. Спасибо. Не за что, братан. Ну, нормально, в целом, окей. Так, ну, хорошо, давайте посмотрим вот тут. Неллис плюс Декоди. Не знаю, возможно, это будет какой-то красивый уровень, может, не очень. Ну, кстати, блин, ну тут как-то слишком все запутано, прям капец. Не сказать то, что это прям как-то плохо выглядит. В принципе, для той версии это было нормально. Но тут, скорее, это больше челлендж даже какой-то. Это реально сложно пройти. Надо как-то... Да как мне это попасть? Мне еще этих орбов надо касаться? Серьезно? Я не хочу к ним прикасаться. Я хочу нормально это пройти, пожалуйста. Ну, как? Неллис, вау. Так, давайте посмотрим. Скорее всего, тут у нас будет какое-то удивление, поражение. Ну, поражение имеется в виду не проигрыша. Типа, я буду поражен. Так, ну, пока что, в принципе, ничего страшного нет. Тут Риша Паунас, конечно же. И мы это благополучно прошли. Так, ну, мне кажется, все самое интересное скрывается вот где-то тут посерединке. Знаете, там где ноль лайков. Потому что... Ну, часто такое бывает, что уровни просто недооценены. Так, Неллис декор. Вот посмотрим, давайте, что у нас тут за декор. Что-то как-то слишком много декораций. У меня аж лагать начинает, на самом деле. Моя 1050 ТА и просто лучшая, да? Нифига себе, как лагает. Ё-моё, сколько ты тут шипов понаставил. Так, ну, аккуратно. И, да, все-таки проходим. Ну, декорация, если сейчас не так себе. Ну, окей, в любом случае, спасибо за уровень. Так, ну, давайте посмотрим уровни там, где ноль лайков. Я так понимаю, все люди ставили просто сами себе лайки. Вот тут, я думаю, что-то будет интересное. Так, тут чувак как-то glow сделал. И... Ну, слушайте, ну, это, кстати, неплохо выглядит. Типа, чувак просто сделал блок дизайн. Я не понимаю, что тут конкретно glow. Я не помню, есть ли тут вообще такие объекты, которые светятся. Но, типа, послушайте, вот эти декорации, в принципе, неплохие. Мог бы сделать полноценный уровень просто копипастой. Хотя бы. Мне кажется, это получилось бы неплохо, чувак. Ну, прикольно. Так, давайте я сделаю, короче, medium и long, потому что... Ну, я извиняюсь перед игроками, которые строили короткие уровни, но они какие-то слишком скучные. Давайте глянем что-нибудь вот такое. Вот, я думаю, это будет полноценный уровень. И вот, я угадал. Чувак тут сделал уже хотя бы какие-то декорации. И я это уже проходил в прошлом видео. Так, Nellis Adventure. Путешествие. Давайте посмотрим. Так, значит, прыгаем сюда-сюда. Ого, ничего себе, что тут пошло. Вот это вот будет действительно интересно, потому что уровень, помимо того, что он как-то еще задекорен, он довольно-таки сложный. И вот такой я искал. Так, ну, блин, ну, это прям жестко. Это прям очень жестко. Так, ну, хорошо, давайте аккуратно просто вот так вот прыгать, пытаться что-нибудь делать аккуратно. Так, какие у нас тайминги на UFO-шке. И, конечно же, я ни в один из них не попал. Ну, как сказать, конечно, в первый я попал, но вот в эти вот действительно сложные я уже как бы... Да. Так, окей, вот сюда, вот сюда. Что вообще происходит? Капец, тут еще декорации такие просто... Да офигеть, это только 40%. Я просто в шоке, на самом деле. Этот уровень довольно-таки прикольный. То есть геймплей тут не какой-то забагованный, знаете. Декорации более-менее хорошие. Конечно, не сказать то, что декорации прям супер, но в целом они есть. И при этом уровень еще сложный, и он красивее других демонов, которые оценены на этом сервере. Поэтому, ну, это странно. То есть действительно можно тут найти что-то интересное. Иногда... Зря я, конечно, выбрал лонг, потому что это будет очень долго. Блин, ну как я не попал? Что это? Конечно, можно было бы пройти практику, но я думаю, вы меня сами прекрасно знаете. То, что я практику включаю только в крайних случаях. Так, хорошо. Давай-давай-давай. Ой-ё-ёй, что тут вообще происходит? Нифига себе, там еще и тайминг был. Блин, ну практика, видимо, действительно пригодится, потому что уровень оказался не таким простым, как я думал. Поэтому надо перейти в практику, послушать эту прекрасную музыку. Так, вот тут надо попозже кликать. Хорошо, и мы это усвоили. Так, ну слушайте, этот уровень будет намного сложнее, чем я думал, но все-таки давайте его пройдем. Я, честно говоря, не думал, что мне такой сложный уровень попадется, но это реально очень сложно. Что? Ну почему я подлетел вообще там? Что это? Там надо было, видимо, три раза нажать, то есть на две синих сферы, а потом на желтую. Но я почему-то нажал на синюю, а потом на желтую. Как-то я так попал. Что-то как-то слишком это все затянулось, я реально не понимаю, в чем проблема, но как-то не получается у меня это нифига пройти. Так, ну вот на вот этом месте я постоянно сливался, наконец-то я его прошел. Тут осталось вообще... Ну вот что это такое? Так, давай хотя бы сейчас, я тебя прошу, я тебя просто умоляю. Так, значит, финально у нас кораблик такой вот, вот так, аккуратно, и все, это ггшечка. Фу, ребята, это было очень сложно. Это было реально очень сложно, я не знаю, сколько я попыток на это потратил. Вот тут, больше ста. Больше ста, Нелли Санвечер, отличное путешествие, братан. Блин, ну это было прям нереально сложно на самом деле, это прям, ну демон 100%. Неллис Клуб, давай посмотрим, видимо тут какая-то задумка с клубом. Блин, опять эту музыку слушать, как она мне уже надоела на самом деле. Ну тут, если честно, как-то блоки не совсем ровно стоят. У нас тут еще, зачем я на пробил вообще клика? У нас тут такой спам, и кстати, декорации вполне неплохие. То есть этот уровень тоже можно прийти, опять он сложный, опять он под эту музыку как лапстепа. Ладно, в целом я надеюсь, я тут выживу, и я не скончаюсь. Так, ну окей, дальше просто летим, потом у нас вот такой вот мини-куб, почему я прям на волоске? И потом надо было туда. Так, Неллис Фанк, давайте посмотрим, я не знаю, проходил я это или нет. Ого, ничего себе. Ну слушайте, не сказать, конечно, то, что это выглядит на какой-нибудь 2.1. Смешно даже звучит. Но типа на 1.9 вполне, вот посмотрите на этот блок дизайн. Так, короче, какие-то тут слишком жесткие тайминги на самом деле. Чуваки, видимо, решили все самые сложные уровни мне вставить в этот ролик. А в прошлом, там где я просил сложные, мне вставляли какие-то красивые. Я не понимаю, ребята, если честно, как это у вас получается, но как-то, видимо, получилось. Тут надо вот так вот, какие-то тут вообще лютые средфлая. Так, потом вот сюда, вверх-вниз, вверх-вниз, вот так. А как, ничего себе. Да, тут, конечно, много этих фейковых орбов, то есть действительно сложно все это проходить, но как-то справляемся. Так, ну опять же, играем без практики, потому что зачем она мне нужна? И у нас тут, ну я так и знал, так и знал. Кайланд Форс Нелис, это, по-моему, тот уровень, который мы уже проходили. Да, все правильно. Кстати, наверное, самый красивый уровень, который мы, в принципе, видели. Прошлый ролик я его уже вставлял, но можете на секундочку посмотреть на него еще раз. То есть это реально красиво, и я не понимаю, почему его не оценили. Так, ну окей, давайте пролистаем в самый конец и посмотрим самый длинный уровень. Возможно, мы найдем что-то самое плохое, возможно, что-то самое хорошее. И вот у нас тут два дизлайка. Не, ну, кстати, слушайте. Ну я бы не сказал то, что это прям кла... А, ну ладно, понятно. Вначале, в принципе, это все прикольно выглядит, но потом тут как-то слишком много всего понаставлено. Видно, чувак это делал специально. То есть он постарался поставить как можно больше всяких блоков, и у него, в принципе, это получилось. Но ладно, давайте я все-таки попробую это пройти, может дальше что-то будет интереснее. Так, значит, летим вот так, потом переворачиваемся. Кстати, мы сейчас альтуху только что сделали. Ничего себе, а как оно так странно переворачивается? Так, ладно, летим аккуратно, просто по прямой, потом вот так, так, так. Не знаю, я мог там умереть или нет, но хорошо, что не умер. А это было так близко, увидели вообще что-то? Читы, все такое, и 91%. Все-таки читы не сработали. Так, Неллис Демон, давайте посмотрим, что у нас тут. Все-таки медиум длина, и вот... Что? А почему это так прикольно выглядит? Тут еще задумка с мемори довольно хорошая. Я понимаю то, что тут всего лишь один дизлайк, то есть абсолютно какой-то левый человек мог сюда зайти и поставить дизж, для того, чтобы он просто не попал в топ, и я его не прошел. Но выглядит это все прикольно. У меня, правда, слишком много мемори, но как-то справляюсь. Но как-то слишком все замудрено, но опять же, то есть это выглядит неплохо. Напоминаю, есть Ice Carbon Diablo X, который из 1.6, и оценен на фичер, посмотрите, как выглядит он. То есть вот это вот, конечно, по сравнению с ним намного лучше, и реально красиво выглядит. То есть если бы такой Extreme Demon добавили, блин, как я умер опять, то это было бы намного круче, но ладно, хорошо, давайте пройдем это уже наконец-то, хотя бы там процентов на 50. Не знаю, тут есть какие-то еще шипы или нет, по-моему есть. Короче, это как-то слишком сложно. Я не понимаю, как-то у вас удается совмещать как бы и сложный уровень, и при этом еще красивый. То есть обычно делают либо то, либо то. Еще раз хотелось бы извиниться за то, что за последние две недели я выпустил два видеоролика, то есть был такой небольшой перерыв. Все-таки конец года, да, и тем более у меня некоторые траблы начались, я думаю, вы все понимаете. Поэтому сейчас я хочу вернуться, и надеюсь, вы в этом мне поможете. Поэтому я думаю, вы знаете, на что я намекал. Типа планку я немножко пониже. Вот, ребят, 10 тысяч лайков. Если у вас получится это набрать, то моментально выходит новый видос, поэтому удача. Пишите также в комментариях, что по поводу этого сервера решать. То есть стоит оставлять, либо переходить уже на 1.9 и снимать какие-то другие видосики, потому что они тоже будут. В оригинальной Geometry Dash у меня тоже появилось много идей, поэтому, возможно, от приватных серверов немного отдохнем, потому что не хочется, чтобы это так быстро заканчивалось. На 1.9 мы в любом случае перейдем, но не сразу. Поэтому вот. Насчет 1.6 пишите, оставлять ее или убирать. И там можете пару слов еще добавить, почему оставить или почему убрать. Короче, ну, вы поняли. Еще раз вас поздравляю с началом лета. Также хочу вам сказать спасибо за 300 тысяч подписчиков. Я реально этому очень рад. Огромное вам за это спасибо. И, в общем-то, надо уже заканчивать, потому что я что-то заговорился. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. И, в общем-то, пишите свои комментарии насчет 1.6 и, в общем-то, в целом, да, по поводу видеоролика. Скоро, ребят, я полностью вернусь, поэтому вот. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok